Первая стадия стресса, она возникает, когда человек ещё хочет победить свою судьбу, но уже не может. Он тратит все-все свои силы на то, чтобы было так, как он хочет. Допустим, от него уходит близкий человек, и он его сильно любил, как бы это цель его жизни была. Если я кого-то сильно люблю, то я впадаю в зависимость от этого человека, и через него начинает действовать моя плохая карма. Ну представьте, если я буду сильно сейчас хотеть, чтобы вам понравилась моя лекция. Вы все разбежите из зала, что я буду смотреть на вас, как бы, вам нравится? Вот такой вопрос всегда будет. Ну радуйтесь мне, радуйтесь. Понимаете, и вы думаете, аааа, сколько можно. И вы все будете уходить из лекции. Но точно так же в личной жизни, если я люблю кого-то, я хочу, чтобы он не радовался на меня, внимание обращал меня, любил обо мне, думал всегда для меня, жил, всё делал для меня. Человек не может так жить, ему, он же, не может вот в одну сторону только быть замкнутым. Он какое-то время так живет, потом говорит, слушай, я уже так не могу. Мне нужно и подружек иметь, там, допустим, и друзей, и уделять время другим людям. Я не могу вот в одну точку вот только смотреть всё время. У меня на лекции как-то девушка с парнем пришли на лекцию, вот парень так и любил. Он встал мне, задал вопрос, говорит, Олег Геннадьевич, представляете, мы нашли друг друга, у нас самые лучшие отношения в мире. Я её бесконечно люблю, верю в этого человека. Как вы говорили, верю в тебя, дорогую подругу мою. Мне песню привёл, говорит, вот так я её верю, в неё, как вот в этой песне поётся. Но, Олег Геннадьевич, есть одна проблема. Она почему-то не совсем понимает меня. Поговорите с моей девушкой, можете уделить какое-то время. Она встала, взяла микрофон. Я говорю, вы устали от него? Она говорит, я так устала, что уже не могу просто, он меня замучил. Я микрофон ему даю, он говорит, это неправда. Я вообще её не мучаю, я только ей хочу добра, я озабочусь о ней. Но она почему-то не может принимать мою заботу. Она вот почему-то не понимает мою заботу. И девушка говорит, мне вот знаете, мне, Олег Геннадьевич, не хватает просто покоя. Я бы посидела одна, как-то вот отдохнула. Он постоянно меня мучает от своим общения. Он всегда ко мне приходит, хочет, чтобы я вместе с ним отдыхала. Хочет общаться постоянно со мной. В общем, Олег Геннадьевич, я от этой любви уже устала. Я не знаю, что мне делать, я хочу сбежать от этих отношений. Трубочку парню даём. Он говорит, Олег Геннадьевич, не верьте ей, это она просто так жалуется. Никуда она сбежать не хочет, она всегда со мной хочет жить. Она меня любит. Она во мне души не чает. Мы с ней в гармонии в полной находимся. И так далее. У ней одна речь, у нее другая. Человек вообще ничего не слышит, никого не хочет понимать. Мне понадобилось полчаса, чтобы хотя бы в его голову вбить мысли, что полной гармонии нет. Что есть проблемы. Полчаса. Вот представьте, он эту ситуацию доводит до такого степени, что она просто уходит от него и всё, потому что она не может ему донести, что есть проблема. Он её не хочет видеть, эту проблему. Он говорит, у нас всё классно. Почему он так говорит? Потому что ему хорошо с ней, а как ей он не знает и знать не хочет. Потому что человек, когда наслаждается рядом с другим человеком, он другого человека не видит. Он видит только объект своего наслаждения. Личность в это время отсутствует перед его глазами. Можно с близким человеком прожить всю жизнь, если он тебя сильно любит, он тебя не видит. И то, что тебе нужно в жизни, он делать не будет. Он будет делать только то, что ему нужно. И ты ему можешь тысячу раз сказать, что тебе нужно. Он это не поймёт. Он говорит, нам это не надо. Нам и так хорошо без этого. Например, если вы скажете ему, я хочу уехать к маме на недельку. Он говорит, зачем это надо? Нам хорошо и без мамы. Зачем нам ехать тебе к маме? Говорит, это не нам, а я хочу уехать к маме. Он говорит, ну я не думаю, что ты сильно хочешь. Это просто так, какое-то наваждение. Ничего объяснить невозможно. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Видите, вот так вот, много рук подняты. Пока нет. Сейчас движемся вперёд потихоньку. Итак, я не к тому, что вы сейчас все должны уйти из отношений. Такого человека надо просто воспитывать, строже себя вести, отодвигать от себя, чтобы он отрезвел. Я просто рассказываю один из эпизодов, когда человек верит в человека. Он полюбил человека и поверил в человек. У нас есть на русском такая песня, популярная в своё время такая была песня, модная. Виктор Цой пел. Сейчас спою. Там всего несколько слов от вся песня. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Вся песня. Означает, что человек поверил в человека. Страшная ситуация. Шансов спасти ситуацию почти нет. Если люди не понимают, почему причина, в чём причина. А причина в том, что не та вера. Человек не поверил ни в Бога, а в человека. И он рушит всё в результате. Точно так же в своего ребёнка можно поверить. Я уверен, что если собачку так поверить, собачку, она тоже сбежит. Все сбегают. Никто не может выдержать то, что предназначено для Бога. То, что предназначено для Бога, человек выдержать не может.